Уважаемые участники, уважаемые друзья, прежде всего хотела бы поблагодарить организаторов за приглашение принять участие в Эдинбургском международном саммите по культуре. Хочу выразить благодарность за то, что предоставляете возможность поделиться друг с другом идеями и опытом в сфере культуры и искусства, особенно в период пандемии вируса COVID-19. Для Казахстана очень интересен опыт наших зарубежных коллег в части новых способов поддержки творческих людей и учреждений культуры, а также обеспечение досуга населения. Это особенно важно сегодня в этот период пандемии, ведь во все времена культура и культурные связи имели стимулирующую силу, которая сближала и объединяла миллионы людей. Текущий коронавирусный кризис дал возможность для перезагрузки деятельности всех организаций культуры, которые получили новое дыхание в творческой деятельности, реализуя мероприятия в онлайн-формате. Тем самым показали свою готовность продолжать работу во время переходных трудностей вместе с гражданами страны. Правительством Казахстана введены новые формы работы, которые охватывают все слои населения и в том числе и людей с особыми потребностями. Благодаря колоссальной работе по оцифровке фондов, концертных организаций, театров, киностудий, музеев, музеев-заповедников и библиотек, была предоставлена возможность многим казахстанцам, находясь дома, полезно и познавательно провести досуг. Особенно хотелось бы отметить о наших достижениях в этот период. Государственный академический театр оперы-балета имени Абая, а также Государственный театр оперы-балета «Астана-опера» вошли в топ-5 лучших театров оперы и балета в рейтинге лучших театров оперы-балета стран СНГ. Национальный музей и Центральный государственный музей Республики Казахстан вошли в топ-5 лучших музеев в рейтинге лучших музеев истории, культуры стран СНГ для посещений онлайн-туров и виртуальных экскурсий. Всем известно, что люди искусства работают всегда, они редко отдыхают. Не остались в стороне и наши отечественные артисты, которые радовали своим творчеством казахстанцев, тем самым поднимая дух общества. Большую популярность в стране набрал инициированный нашим министерством проект «Звезда на карантине», в рамках которого были организованы 42 онлайн-концерта на YouTube-канале с 27-миллионным просмотром. 5 июля состоялся Национальный день Домбры в формате телемарафона на Национальном телеканале «Казахстан». Была представлена музыкальная программа с участием отдельных исполнителей уникальных школ и стилей игры на Национальном инструменте Домбра и традиционного пения. В рамках прямого включения были представлены презентационные видеофильмы о каждом регионе, где были продемонстрированы уникальные школы и стили игры на Домбре. Школы традиционного пения, выдающиеся личности региона, выступления отдельных исполнителей, а также известных мастеров по изготовлению казахских народных инструментов. Продолжаются международные музыкальные челленджи, среди которых интересен проект «Единый мир» с участием казахстанско-российских артистов, а также международный онлайн-челлендж «Covid Home Concert» по музыкальной импровизации, инициированный фольклорно-этнографической группой «Туран», в котором на сегодняшний день принимают участие музыканты из более чем 15 стран мира. Ведущая солистка театра «Астана-Опера» замечательная вокалистка Майра Мухаммед-Хаза исполнила всемирную молитву, которую мы посвятили врачам всего мира. Страны-участницы Европейского Вещательного Союза, а это порядка 70 государств, рекомендовали к показу и показали в своем эфире видеоклип, героями которого стали врачи, борющиеся с коронавирусом в разных странах. Известный казахстанский певец Димаш Худайберген исполнил новую композицию «We are one» в поддержку врачам, борющимся с коронавирусом во всем мире. Запущен и реализовывается уникальный летний благотворительный образовательный проект «Досуг во благо», направленный на поддержку семей медицинских работников, ведущих борьбу с пандемией. Проект позволит детям во время каникул получать новые знания и заниматься саморазвитием в онлайн-формате. Вместе с тем в скором времени начнет работу обучающая платформа с онлайн-курсом по всем направлениям искусства, например, актерского мастерства, вокала, хореографии, музыкальных предметов в рамках республиканского детского песенного конкурса «Балладаусе-2020» для самостоятельного обучения и развития детей всех регионов страны. Несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжается и международное сотрудничество. Внедрена практика проведения онлайн-конференции на платформе Zoom. В таком формате проведены международные онлайн-конференции, такие как «Абай» и «Духовное наследие», «Наследие Абу Насара Аль-Фараби» и «Современность». Также под эгидой ЮНЕСКО состоялась международная конференция с участием министров культуры из 130 стран мира, повесткой дня которой были актуальные вопросы развития сферы культуры. Устойчивость к культурной деятельности в условиях пандемии COVID-19 обсуждены в рамках виртуальной конференции министров культуры государств-членов ИССКО. Вопросы креативных индустрий в области культуры обсуждались на базе кластерного бюро ЮНЕСКО. Также состоялось совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству и правления МФГС. Дорогие коллеги, я уверена, что вместе мы преодолеем эти нелегкие времена и с новыми силами приступим к деятельности, направленной на сохранение и развитие культуры и искусства, историко-культурного наследия с применением опыта, набранного в этот сложный период для всего мира. Искренне желаю всем работникам культуры и искусства мира добра, неиссякаемого вдохновения и творческого потенциала. Благодарю за внимание. Куб Рахмет, Назар Лармазга, Рахмет.